У здания областной прокуратуры около двух десятков чернобыльцев. Харьковчане уверяют, у них на руках ряд судебных решений о выплате специальных пособий в размере 8 минимальных пенсий. В пенсионном фонде им сказали, денег не дадут, выплаты согласно решению Кабмина приостановлены. С заявлениями по открытию уголовных дел по факту невыполнения судебных решений ликвидаторы чернобыльской катастрофы говорят, неоднократно обращались в прокуратуру, однако им постоянно отказывают. В знак протеста сегодня они решили выйти на пикет. Сами решения, как положено по закону, не исполняются. Обращаемся в прокуратуру, прокурорный Бачая, представлен для открытия проваджения. У меня есть решения и высшего административного даже суда, но результатов никаких. Власть не хочет выполнять наши судебные решения. Наших судов, и не только наши, есть и суды высших инстанций, европейский суд по правам человека, и никаких сделок. Забрали, забрали, законы просто так, в один день, быстренько убирают. А правды нет. Денег у них нет, правды нет. Посмотрите, сколько машин стоит. И все больше ста тысяч. Для них есть, для нас нет. В прокуратуре же утверждают, заявления харьковчан принимают, однако внести данные в единый реестр до судебных расследований не могут по закону. Существует постановление Кабмина о приостановке выплат чернобыльцам. Поэтому состава преступления в действиях пенсионного фонда действительно нет. Громадяни вважают, что в действиях пенсионного фонда, который не выплатит им их деньги, которые им визначены судом, есть склад злочину, что до невыконания судового решения, так, это 382-я статья Криминального кодекса Украины. Однако, есть постанова Кабмина. И насправде, разумеется, что склад злочину вентильки у них в души. Выходом из ситуации, говорят в облпрокуратуре, для харьковчан может стать подача исков в суд, однако не на действия пенсионного фонда, а с целью обжалования самого постановления Кабинета министров о выплатах чернобыльцам. Если суд удовлетворит данный иск и в постановление Кабмина внесут изменения, согласно которым выплаты будут осуществлять в отдельных случаях, то харьковчане получат свои деньги. В данный же момент в постановлении выдача пособий по судебным решениям не прописана. Лариса Говина, Павел Велицкий, агентство телевидения новости.